Вода Вода Биотрон Газ Сейчас дадим газу Будет нефть Нефть прокачаем сегодня на вечеринке Как следует Да Сколько я нахожусь в этом бизнесе Я постоянно Нахожусь в каком-то таком Легком удивлении Бывает, что удивляют люди Бывает, что удивляют люди Бывает, что Удивляет компания Но Говорят, что Первые 50 лет В жизни Из детства Настоящего мужчины Они самые сложные Первые 50 лет детства Потому что Всегда приходится Удивляться Всегда приходится Как-то В общем Радоваться И компания Абсолютно не дает Расслабиться В этом месте Новости просто Бомба Космос Супер Фееричные Такие слова еще есть Вот эти все В наборе И Знаете О чем хотел поговорить сегодня В первую очередь Это о том Что Мы являемся Таким Достаточно серьезным Раздражителем Для внешнего пространства Не для большого Не для всего Как думают многие Не для всех людей Которые уже в курсе Про НЛ Но есть люди Которые за нами наблюдают Есть люди Которые за нами наблюдают По разному По доброму Без каких-либо эмоций Которые Ну с не очень правильными эмоциями За нами наблюдают У меня есть не сетевые друзья Которые не приходили в сетевой Они пользуются продуктом И все это время они наблюдают Вот вчера Знаете такое Даже какое-то легкое раздражение было Потому что несколько человек Несколько звонков И они говорят Ну как там у вас все проходит Как у вас там события Как мероприятия А ты когда выступаешь А ты что сегодня не выступал Ну то есть У нас же прямых трансляций нет Ничего нет Я знаю что их в инстаграм нет Но они откуда-то все это знают А новый продукт где купить А как А когда он будет продаваться А когда его можно приехать забрать И вот понимаете как Это такое Внешнее Внешнее что происходит И у нас тут внутри Происходит сегодня Такой Отчет Посвященный Девятнадцатилетию компании Мы опять представляем На рынке много разного У нас есть программа Связанная с финансами У нас есть новые продукты У нас есть мы И это совершенно другое Я не побоюсь этого слова сказать Качество зала и аудитории Потому что мы все по делу Мы все по делу здесь Сегодня Не очень Не очень люблю Возвращаться В прошлое Стараюсь жить Настоящим Но тем не менее Был такой момент Когда Опять же Разговаривая С некоторыми Своих друзей В разговорах Очень часто всплывают Ну какие-то бизнес беседы Ну как у вас дела Как у вас в компании Как здесь Вот недавно я задал вопрос Человеку Своему другу Как у тебя дела Он говорит Нормально Подписали партнерское соглашение Стали партнерами Одной крупной компании Я говорю в чем заключается партнерство Ну они нам дают продукты Дают нам хорошую скидку Дают возможность Пользоваться логотипами У нас есть обязательства Не пользоваться другими брендами И мы продвигаем Только вот этот продукт Для этого у нас там Есть что-то отдельное И так далее Я говорю все Все А ваша ответственность Наша ответственность Это чисто продавать И зарабатывать с этого деньги Супер Меня это натолкнуло На одну мысль И на одно воспоминание Как в 2004 году Когда я пришел в компанию Я пришел в эту компанию И начал Первое что я начал делать Это я начал Пытаться понять Как устроен этот бизнес Вот давайте Разберемся вместе с вами Как здесь все устроено Я знаю что здесь есть люди Которые Первый раз на нашем мероприятии На Именно годовщине компании Есть такие? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну судя по тому Как за вас хлопают ваши наставники Вам все нравится Отлично Те которые привезли новичков Ответственность компании Компания Какая ответственность у компании По отношению к своим И вот здесь большой знак вопроса К своим кому? Партнерам? Кто сказал партнерам? Два Еще версии будут? К людям Понятно что не к зверям К клиентам К людям К продуктам Ответственность компании К своим продуктам Ага Отлично Ну мы приходим в компанию Как кто? Партнеры Все Я с залом больше не заигрываю Утомили вы меня Партнерство Сильное партнерство Надежное будущее Вот это у меня было написано На первой визитке в компании Которая была у меня Мой номер телефона Евгений Белозеров Номер ID И на синей визитке Было написано Сильное партнерство Надежное будущее Мы приходим Как партнеры То есть Компания как партнер Отвечает за одно Мы как партнеры Отвечаем за другое Ответственность компании Где? Я за... Раньше ответственность компании Была знаете Из чего исходила? Она исходила Из слова Корпоративного совета Когда я спрашивал У Дмитрия У Романа Или у Юли Когда у нас будет Ну что там? Будет офис Будет доставка Будет новый продукт Новая упаковка Будет вот тогда Тогда и тогда Это была ответственность компании Сейчас Спустя годы Когда в компании Уже слишком много всего Много продуктов Много разных Систем Навыков Возможностей Получить эти навыки Обучения и прочее Что нам предлагает компания? Нам предлагает компания Партнерство И каким образом Выглядит это партнерство? Есть продукт Торговый знак Объединенный Ассортимент продукции Объединенный Одним торговым знаком Есть система Выплат Как вам система Выплат? Норм? Теперь в компании Помимо воды Еще можно Мечтать за деньги Понимаете? Ну то есть нормальный Такой партнер Помечтать не хочешь? Ну помечтай 10 месяцев Как следует Миллион получше Нормально? Миллион на мечту Тоже хорошо Есть логистика Есть логистика Доставка Есть международная часть И знаете еще Что есть у компании? Тоже с точки зрения ответственности Есть еще ответственность Которую она принимает В том числе За поведение многих партнеров Ну которые глядя на партнеров Понимают что это компания И говорят У вас в компании Вот такие люди Например Ну то есть это тоже ответственность компании Даже это она принимает И где начинается наша ответственность? Как партнеров Как менеджеров Она начинается ровно с того момента Когда мы четко понимаем Что нам дальше нужно делать А дальше Нам нужно вовлекать В этот процесс клиентов И нам нужно вовлекать В этот процесс людей В команду Для команды образования Для команды построения Сильная команда Это залог успеха любого лидера Теперь давайте Вот о чем Лидер кто это? Лидер Это менеджер компании Enel International В нашем аспекте Да? Когда мы говорим про наших лидеров Можно сказать так Что он с высокой сетевой ответственностью Понимаете? Лидер Менеджер с высокой сетевой ответственностью Когда он понимает Где заканчивается ответственность компании И где начинается его ответственность За его результат И вот с этого понимания Начинается абсолютно все Когда ты понимаешь Что никто Кроме тебя Вместо тебя Или за тебя Этот бизнес не построит Какая бы ни была прекрасная компания Какие бы продукты Инновации Лаборатории Сертификаты Системы Выплаты и прочее В этой компании не появлялись Это не построит бизнес за тебя У тебя не появится команда У тебя не появятся люди Которые будут называть тебя лидером Компания не может это делать Потому что это не ее ответственность И в этот момент начинается ответственность наша Так вот Размышляя над этим Уже в 2005 В 2006 году Потому что Все это время Как раз происходили Вот эти размышления 7 минут осталось Больше? Хорошо Я попробую Так вот Когда были все эти размышления Знаете как Прежде чем появляется ответственность у менеджера Он проходит Разные этапы И вот Один из этих этапов Он такой достаточно Болезненный Потому что Всем нам Очень сложно Признать Тот момент Когда мы недостаточно Эффективны Когда мы Ничего не делаем Когда у нас По каким-то причинам Появилась в действиях Пауза Когда мы Увлеклись Чем-то другим Вот этот момент Такого признания себе Он достаточно сложный Потому что Когда Наступает Вот этот провал В голову Начинают заползать Различные мысли Которые Звучат по-разному Некий Информационный Внутренний фон Что такое Внутренний Информационный фон Он как правило Такой На грани Где-то даже Негативный А почему компания Не сделает например Вот так А как вот так Ну так Так Чтобы вот Менеджер пришел Вот он еще например Ничего не купил А ему уже деньги заплатили За то чтобы он остался Например Слышали такое? А? Да? Ну такое вот Это заползает Это прямо знаете Как Стивен Кинг там Оно Вот что-то Вот это Так Я говорю А почему компания Не может так сделать? Он говорит А как это я Если условия Не выполнил Мне за Мерседес Платить? Это Это почему так это еще? А почему там А почему там активность меньше? Вот 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 такие вот моменты А почему-то я продукт заказал И он вместо вторника Пришел в четверг И в этот момент обязательно наступает Вот именно в этот момент Появляется какой-то союзник По вот этому негативу Который говорит У тебя тоже в четверг все пришло? Опа! Ну два раза-то показаться не может Ты понимаешь? Походу в компании что-то не то И тут такой третий Что? В компании что-то не то? Подождите, подождите Я тоже имею кое-что сказать На эту тему Понимаете? И вот это вот оно Оно начинает, короче говоря, заползать Но оно не заползает в тот момент Когда лидер работает на сто процентов С высокой сетевой ответственностью Оно заползает в тот момент Когда я ничего не делаю И когда у меня в голове Начинает возникать еще следующее А че это у меня структура какая-то не такая? Вы че такие дохлые все? А почему у вас такие инстаграмы позорные? А почему вы меня предали вообще? А как так можно ко мне относиться? А еще есть такая категория, которая говорит Я в компании всей душой, но я не признан Я ехал сотни километров на ДР Мне даже кофе бесплатное никто не дал Это же какой-то ужас Как же мне партнеру-то вот в этот момент, понимаете? Источник этого всего безделья, друзья мои Источник этого всего лень Источник этого всего страх Страх И есть масса методик Сейчас у разных бизнес-тренеров Которые говорят Нужно поймать тишину И в этой тишине разобраться с собой Нужно поймать дзен В этот момент нужно заняться дыханием Нужно сделать 7 вдохов И 7 выдохов У меня на это есть своя методика Нужно просто вовремя всему этому сказать Заткнись! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На международном АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Просто заткнись! АПЛОДИСМЕНТЫ И в тот момент, когда ты начинаешь Подписывать новых людей У тебя появляется структура У тебя появляются люди, которые идут за тобой И ты уже не имеешь права включить заднюю Начать оправдываться Говорить, что тебе мешает компания Ты начинаешь включаться в этот процесс В этот момент у тебя появляется то самое состояние Которое я называю Высокой сетевой ответственностью Как партнера компании NL International АПЛОДИСМЕНТЫ Вот тогда Остаются только считанные часы До твоего выхода На свою первую рабочую встречу На свой первый мастер-класс Получить свою первую квалификацию Получить свои деньги И я в этой ситуации был и находился Когда структура была не та Когда я приходил в офис И я смотрел на свою структуру Но я чувствовал злость и раздражение И пустоту И больше не было ничего Почему? Потому что в этот момент работать не хочется Честно вам хочу сказать В этот момент хочется жалости В этот момент хочется какой-то липкой, слезливой херни Понимаете? Но она не приводит к большим чекам и к большим результатам Она не приводит к чекам и к результатам вообще Поэтому, друзья мои, рецепт вы знаете Отдал от чистого сердца Нужно просто вовремя сказать себе Заткнись Ты не на том пути И тогда все будет просто хорошо У меня Есть еще Кое-что О чем я хочу сегодня с вами пообщаться Потому что я не могу без этого сегодня И Вы знаете, люди Которые выступали вчера Которые выступают сегодня Наши менеджеры, наши лидеры Я вчера смотрел всех Ну, знаете, и Конечно, гордость Конечно, есть определенное спокойствие Потому что те, кто здесь, на этой сцене И те люди, которых я знаю, с которыми я лично знаком Потому что не все находятся здесь Из тех, кто делает этот бизнес по-настоящему на 100% Я чувствую определенное спокойствие Потому что я знаю С нами все будет хорошо Потому что уже хорошо Но если говорить про то, что будет через 5 минут То будет вообще круто И Еще один момент Каждый раз, когда кто-то Глушит свой внутренний голос Начинает работать Начинает включаться в этот бизнес Как правило, происходят чудеса Просто самые настоящие чудеса Это наше развитие Развитие нашего бизнеса И развитие нашего международного бизнеса Я не буду говорить про то, сколько стран у нас открыто Притягивая за уши тот факт, что кто-то В какой-то небольшой европейской стране Получил посылку из России И это отнюдь не означает, что эта страна открыта Я сейчас буду говорить про то, какие страны Открылись решением тех людей Которые в свое время когда-то сказали Да, 100% у меня будет этот бизнес Пусть у меня нет никаких предпосылок Но я это сделаю И вот Ну так Начну по нашему сетевому алфавиту Кто был первым Казахстан здесь? А? Как будто вас нет Сергей, Даша, Гульзат, Ардаша Где вы? Это люди, которые Начали бизнес в стране Дальше Украина АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Коршунов, вот пообщайся как бы, чтобы активнее себя вели Или чтобы не выходили до обеда из зала просто Понимаешь, что я тебе хочу сказать? Ну мы с тобой это обсудим Так сказать Страны Балтии АПЛОДИСМЕНТЫ Прибалтика Латвия, Литва, Эстония, Финляндия Здесь вы? Как есть Есть, смотрите как Мы вас любим Взял на себя ответственность сетевую от лица компании это сказать Беларусь Круто У меня в структуре есть Морозовы Саша и Таня Знаете таких? А у них в структуре есть Олег Ранья Черняховский А у них в структуре есть Сергей Власов и Дарья Жаворонкова Знаете таких? А вот у них, я всех своих знаю просто, ну большинство Вот, а у них в структуре есть Вячеслав и Диана Мельниковых, где они? Встаньте пожалуйста, встаньте! Встаньте! И целая страна появилась, когда эти ребята приняли решение Узбекистан, вы здесь? Вот, вы двое и вас двоих я тоже запомнил Где-то еще есть Узбекистан? Ну пришло время сказать Габарджоба А? Грузия здесь? Так вот, друзья Старт продаж Официальный старт продаж в Грузии С марта месяца 2020 года Мы начинаем работать в этой солнечной гостеприимной стране И каждый раз, когда кто-то принимает решение Каждый раз, когда кто-то принимает сильное решение Происходят чудеса И именно в этот момент мы открываем страны Именно в этот момент появляются новые города Новые лидеры, новые истории И что хочу сказать в завершение Что с марта месяца 2020 года Стартует еще одна официально открытая страна На карте бизнеса NL International Турция! Официальный старт продаж в март месяц 2020 года У меня на сегодня все, спасибо, друзья Спасибо большое!